всем привет с вами касс на этом видео телефон samsung a15 a155 с проблемой не заряжается телефон включается и работает вот только не заряжается это вид задней части телефона внимание в описании под этим видео будут доступны запчасти для этого телефона и оборудование для ремонта кому интересно пожалуйста переходите приобретайте вот информация о телефоне вот разъем этого телефона разъем type-c в очень плохом состоянии разъем окислен видны эти голубые по цвету окисления поэтому будем менять разъем type-c на телефоне samsung a15 подключать зарядку в такой разъем не буду ибо может произойти замыкание далее нам нужно разобрать телефон для разборки нужно нагреть телефон на сепараторе или на печке нагреваем до 120 градусов сам сепаратор после нагрева снимаем телефон с сепаратора для разборки телефона используем такой медиатор и еще нужна пленка от защитного стекла а также две такие баночки спирта то есть нам также понадобится спирт подливаем на край задней крышки телефона немного спирта поддеваем медиатором заднюю крышку телефона далее поддеваем пленкой поддеваем по краю для отделения задней крышки Нужно иногда подливать спирт. Внимание, будьте осторожны, поддеваем только по краю. Не нужно пленку толкать внутрь крышки, иначе испортите или срежете шлейфы. Вот и отделили заднюю крышку. Еще будьте осторожны снизу, у самсунга снизу находится шлейф сети, поэтому не повредите его. Далее нужно открутить все винты на верхней части телефона и на нижней. Отключаем шлейф Touch ID. Далее извлекаем сим-лоток. Далее медиатором отделяем рамку телефона. Делаем осторожно, не повредите дисплей. Вот и отделили рамку телефона. Вот разъем Type-C. Разъем зарядки на нижней плате телефона. Далее отключаем межплатный шлейф на нижней плате. И не забываем отключить аккумулятор. Кому интересно, это модель аккумулятора EBBA-156ABY. Ссылка на аккумулятор будет в описании под этим видео. Далее на нижней плате отключаем коаксиальные кабели. Откручиваем этот винт, чтобы освободить плату. Далее медиатором отклеиваем шлейф дисплея. Делаем это осторожно, чтобы ничего не сломать, не повредить. Ну вот отделили нижнюю плату от телефона. Вот нижняя плата и новый разъем. Кому интересно, новый разъем будет в описании под этим видео. Приступаем к замене. Плату зафиксировали на платодержателе. Включаем фен на температуру 320 градусов. Далее переходим к микроскопу. Справа прикрываем отверстие микрофона с помощью защитно-металлического экрана, чтобы не испортился микрофон. Отпаиваем старый разъем. Очищаем пинцетом компаунд. Далее снимаем разъем. Далее подготавливаем место посадки нового разъема. Добавляем флюс на контактной площадке. Используем оплетку и паяльник. Убираем старый припой. Очищаем старый флюс ватной палочкой и спиртом. Подкидываем новый разъем. Смотрим, он идеально садится на нижнюю плату. Подготавливаем новый разъем. Добавляем на ножки флюс и пропаиваем. Тем самым залуживаем контакты. Точно так же подготовил ранее за кадром место посадки нового разъема. Далее ставим новый разъем. Включаем фен на температуру 300 градусов. Добавляем флюс. Теперь нагреваем так, чтобы припой сплавился и заблестел. Далее ставим новый разъем. Добавляем флюс и еще раз пропаиваем. Все и запаяли разъем. Вот получился такой вот результат. Напишите пожалуйста в комментариях, как вам пайка. Далее зубной щеткой и спиртом очищаем место пайки от флюса. Получился такой вот результат. Далее снимаем нижнюю плату с платодержателя. Вот плата и старый разъем. Далее ставим нижнюю плату на место. После подключаем телефон к зарядному адаптеру и смотрим. Появился значок круга и молнии. Это значит телефон заряжается. Наш ремонт успешен. Далее собираем телефон. Ставим рамку телефона на место. Закручиваем винты. Клеим крышку с помощью клей B7000. Клей мажем по краю крышки. Ставим крышку на место. Далее включаем телефон. Подключаем зарядное устройство и телефон заряжается. Вот такое вот было видео по замене разъема Type-C. Надеюсь данное видео вам понравилось. Поддержите мои видео лайками. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.